Фитнес-инструктор Алексей вместе со своей подругой недавно приобрели квартиру. Ремонт в самом разгаре, однако молодая пара точно знает, чего они пока делать не будут – устанавливать счётчик на газовое оборудование. «Когда купили квартиру, счётчика не стояла. Вызывали из газовой службы работника, когда подключали нам газ, сказали, что до 1 января пока не обязуют устанавливать счётчики. Поэтому мы решили пока не делать этого». Таких, как Алексей, в Ярославле большинство. Индивидуальные счётчики на газ пока установило 15% ярославцев. А по закону до Нового года приборы учёта должны появиться в каждой квартире. Иначе платить придётся больше, уверяют сами газовики. Принцип по сути, как с водой. «Я бы лично сам посоветовал всё-таки людям установить приборы учёта у себя в квартире в установленный законом срок, поскольку всё равно потребление энергоресурсов по приборам учёта – это всегда выгоднее, чем по установленным нормам потребления. И, вероятнее всего, правительство увеличит стоимость тарифов, у кого не установлены приборы учёта». И пока у собственника есть выбор, кому и за сколько отдать право установки счётчика в своей квартире, то с 1 января за него всё решат заочно. «Обязанность по оснащению приборами учёта возложена на собственников помещений. После истечения этого срока эта обязанность по оснащению переходит к поставщикам ресурса. Ну, соответственно, если мы рассматриваем газовые счётчики, это поставщик газа, коим у нас сейчас является межрегион газ Ярослава». Оплата за оказание услуг придёт позже в виде дополнительной квитанции. За не самый мощный счётчик ярославцам придётся выложить от полутора до 2500 рублей, плюс оплата за работу мастера. «Вот такие вот объявления об услугах по установке газового счётчика находят в своих почтовых ящиках ярославцы. Их разносят представители частных организаций, которые порой даже не имеют лицензии на свою работу, а, следовательно, не отвечают за её качество». По словам газовиков, в Ярославле уже активизировались мошенники. Сотрудники левых фирм, представляясь работниками газовой службы, обманывают граждан, проводя липовые обследования и ремонт оборудования, вымогая денежное вознаграждение. Для того, чтобы не стать обманутым, необходимо обязательно уточнить у работников фамилии, а позже по телефону 04 узнать, работают ли у них такие. Андрей Децель, Александр Широкий и Сергей Мазилов. День в событиях.